приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про концепт номер 5 вначале традиционно три победителя по 500 золота из прошлого видоса если вы играете на ру регионе и хотите поучаствовать в розырыше золота оставляйте свои комментарии в конце обязательно указывайте ник и так что такое концепт номер 5 это средний танк 10 уровня британский колесный у него нет никаких механик у него просто есть колеса вместо гусениц давайте поговорим про особенности этого танка для начала поговорим про преемственность экипажа ведь выйдет у нас этот танчик в британской ветке а там у нас уже есть стэшки и если мы захотим центурион экшен x оставить без экипажа и посадить этот экипаж на концепт номер 5 так ли все гладко у нас получится поскольку на центурионе экшен x4 члена экипажа а на концепте 3 у центуриона каждый член экипажа выполняет свою роль кроме заряжающего он еще и радист поэтому там перки качаются не сложно нету каких-то перегрузок по перкам на каком-то члене экипажа а вот у концепта у нас очень сильно перегружен командир он у нас и командир и радист и заряжающий на все руки мастер также у нас наводчик тоже заряжающий а вот мех вот просто мех вот и даже если посмотреть на моих членов экипажа то у мехода щечки то потолще занятие у мехода явно поменьше это очень неудобно когда радист на одном танке командир а на другом заряжающий поскольку пересаживая туда-сюда членов экипажа некоторые перки не будут работать они очень важны такие перки как радио перехват на обзор и здесь один экипаж не перекроет два танка вообще никак тем более что ни один из них не акционный и придется иметь два экипажа для двух разных танков поскольку они по перкам не подходят и по количеству членов экипажа не подходят это танчик вроде как позиционируется по геймплею на роль какого-то там леопарда но этот какой-то там леопард обладает великолепнейшим точным орудием насколько же точно можно на нем вскапывать грядки на полях ни одно орудие не позволяет это делать настолько точно обладает ли таким же точным орудием наш концепт номер 5 и заранее хочу сказать что она очень приближена к орудию леопарда за исключением того что на один градусу в на меньше 8 градусов концепта точность 028 с фиолетовым оборудованием и до пайком сведение 1.6 это если испортить его в полевой модернизации если не портить то будет 1.5 также дпм с трудом можно почти дотянуть до 3000 и только воспользовавшись инструкцией на скорострельность можно перевалить за 3000 еле-еле с другой стороны у леопарда дпм переваливает за 3000 даже если у него не стоит досылатель с досылателем дпм улетает на 3 500 так у леопарда и сведения 148 и точность 025 и увн и 9 градусов разница не сильно большая но она есть у нас альфа 430 у леопарда 420 ну все вот эти 10 альфы полностью перекрывают все остальные минусы по сравнению с орудием леопарда в виде 500 дпм и чуть-чуть сведения чуть-чуть точности и 1 градусу и на все перекрыли здесь справились идем дальше по маскировке наш танк тоже очень сильно отстает от леопарда он даже отстает от cs63 который тоже вроде как где-то там мелькает в этом геймплее быстрых картонных ст с клевыми пушками но там дпм вообще бешеный а у нас дпм всего три тысячи это максимум чего мы можем достичь обзор у нас стандартный 400 метров так у нас еще и прочность 1800 спросите вы это нормальные вроде как 1800 но у леопарда больше на 50 всего лишь но больше же и у c63 тоже больше хп там вообще два косаря так еще и размер у нашего танка тоже больше я понимаю что хорошего человека и наверное тоже и хорошего танка должно быть много но что-то прям как-то сильно много еще чуть-чуть этот танк будет размером с бабаху пробитие у нашего танка 260 бэбэшкой скорость полета 1230 пробитие у нас специальным снарядом 318 скорость полета 1420 с пробитием все в порядке возможно специальный снаряд мог бы и побольше пробивать и мог бы быть лучше бы наверное и не под калибером но возможно этому танку под калибер даже и подходит поскольку мы чаще всего стреляем по быстрым целям издалека за счет точности стабилизации сведения а стабилизация здесь наверное одна из лучших намного лучше чем на c63 очень похоже со стабилизации как у леопарда стабилизация настолько хорошая что на каких-нибудь городских картах можно спокойно ставить закалку да и вообще такое ощущение что 1800 хп заранее подготовлена по то чтобы мы поставили закалку и у нас хп было примерно 2000 поскольку стабилизация настолько крутая и сведение настолько быстро что можно спокойно обойтись и без стабилизатора заранее сделали такую выемку в танке под закалку броня в нашем танке конечно это такое 70 лоб корпуса 40 борта 35 корма 150 лоб башни и по 40 миллиметров с остальных сторон иногда щеки башни рикошетят больше в принципе рассчитывать в плане брони не на что плюс у нас огромный размер наверное одна из самых больших ст в игре просто огроменный прямо грузовик и в таком огромном танке всего лишь три члена экипажа насколько же им там наверное комфортно они там наверное прям бегают футбол играют на приставке рубятся только нам в игре это ничего не дает никаких бонусов от того что танк внутри там большой и трем членам экипажа там наверное невероятно весело но игрокам в самом бою наверное это наоборот только в минус в нас легче попасть у нас плохая броня нас легко пробить танк ошибок прощать не будет получается у нас геймплей чисто крыса читер из кустов танк второй линии танк поддержка из-за маскировки и размеров мы и как светляк не очень на открытых картах лучше полагаться чтобы кто-то нам посвятил поскольку мы очень быстро в наш огромный силуэт на получаем если засветимся а засветимся мы крайне легко с так себе маскировкой поэтому лучше держаться на расстоянии врываться только на отвлеченных врагов с кем-то дпм у нас немного самому врываться это будет тяжело даже если нам надо будет всего лишь два-три выстрела сделать это будет не быстро наш танк играется со второй линии как танк поддержки еще и от альфы не от дпм и в то время как в этом геймплее присутствует еще и леопард и c63 которые могут немножко больше кто-то в плане маскировки кто-то в плане активной игры от башни наш танк уступает и там и там также из особенностей у нашего танка огромные колеса но между ними корпус очень низко расположен к земле поэтому такие ситуации как с колесником с лтшкой когда ты ему стреляешь и просто колесики сбиваешь такие ситуации почти не будет промазать вот в это очень тяжело но в целом насмотревшись на все эти параметры посравнивал все эти танки можно прийти к выводу что танчик в балансе звезд небо не хватает но отправившись в рандом и поиграл на этом танке на тесте я спокойно отбивал нормальный урон на этом танке средний урон получился приемлемый геймплей поддержки крыса читер из кустов выполняется нормально плане скорости у этого танка есть нюансы максимальная скорость вперед 65 назад 30 и это мы еще в полевой модернизации уменьшили ему скорость назад на два километра и улучшили маскировку и даже с улучшенной маскировкой все равно наш танк по маскировке отстает но вот в скорости назад наш танчик выигрывает у всех быстрее назад никто среди ста не ездит а вот вперед 65 здесь мы леопарду проигрываем поскольку леопарда 70 и у c63 вперед тоже 70 в турбо режиме скорость поворота шасси 47 казалось бы это много но по ощущениям он поворачивается гораздо медленнее чем написано вот и получается что в скорости мы проигрываем и леопарду и c63 в дпм мы тоже проигрываем им обоим я бы не сказал бы что этот танчик по параметрам прям сильно отстает от них но отстает и мало в чем опережает можно с уверенностью сказать что это танк просто в балансе рандом он не должен испортить бесить он своими колесами как колесник лт-шка вряд ли будет и играть на этом танке скорее всего захотят только люди которые умеют играть хорошо поскольку танк ошибок прощать не будет это танчик не для новичков а скорее для бывалых танкистов у которых уже много что есть много чего прокачано для разнообразия проверить свои силы на этом новом танке такому выводу я пришел поиграл на этом танке в принципе результат на нем набивается стрельба на нем очень комфортное и приятное единственно что на нем прям нужно играть максимально как танк поддержки поддерживать своих союзников огнем источного орудия все также еще на тесте я заметил что у этого танка очень легко лопаются колеса буквально можно с бугорка небольшого спрыгнуть и может половина из них лопнуть также при небольших таранах тоже очень часто лопают с колеса какое оборудование я порекомендую на этот танк досылатель вентиляция по-любому поскольку у нас проблемы с дпм максимальные а третье оборудование здесь уже на свой вкус и цвет от стабилизатора и закалки заканчивая просветленкой и улучшенными механизмами поворота я думаю что самые популярные сборки будут с улучшенными механизмами поворота и закалкой любители точно пострелять поставят стабилизатор или умп про полевую модернизацию сложно что-то сказать поскольку полезного там для танка почти ничего нет кроме улучшения дпм а все остальное этому танку так себе помогает разве что еще можно улучшить маскировку которая у нас очень сильно хромает это всего лишь две вещи которые можно улучшить полевой модернизацией больше полезного нам особо ничего нет на этом все пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока